Немного стоит поговорить о самой иконе, какие смыслы заложены в ней? Если мы посмотрим на икону, то увидим, что это богословское произведение, это великолепная проповедь Божия нам, сегодняшним людям, о любви Божией к нам. И сюжет Святой Троицы, который изображает преподобный Андрей Рублев, известен всем по Библии. Явление Аврааму, Бога в виде трех странников, ангелов. И мы видим, что Авраам был бездетный. И явление это было связано с тем, что ему предсказывают быть отцом. Как, может быть, у столетнего родится ребенок? И он, и Сара внутри засмеялись. Смех – одно из тех моментов жизни, связанных с древним иудейским преданием. Когда человек смеется от того, что он уже понимает, что ничего не можно сделать. Однако этот смех, который потом выразился в имени Исаак, его назвали сыном, родился в том, что Господь сказал, у Бога нет ничего невозможного. Я буду через год у тебя, будет сын. И Авраам поклонился этим странникам как одному и сказал, владыка, войди ко мне, этим указывая, что он духовно прозрел трех одного человека, Бога. И три этих путника, ангела, вошли к нему. Он уготовил трапезу. И они предрекли ему рождение ребенка и дальнейшую участь Содома и Гамора и его семьи. Это был особый момент в жизни, когда Господь является человеку именно в троическом виде. Мы потом знаем, что было троица явление на Иордане, когда Господь крестился. Мы помним явление Господа на Фаворе, когда Господь преобразился. Голос был, свет свет, то есть тоже было троическое явление. Вот это первое ветхозаветное явление человеку после всемирного потопа, когда Господь избирает Авраама и говорит, что в твоем потомстве благословятся все колено земное. То есть дает благословение всему миру. И вот эта икона троица показывает, что это благословение связано прежде всего жертвенной ролью Иисуса Христа, второго лица Святой Троицы, которому предстоит избить ту чашу, которая перед ними. Вот на этой иконе преподобный Андрей Рублев не стал изобразать детально. Тельца, хлеб, что-то еще какие-то. Он показал только, что все они пребывают в одно мгновение, в одном мысли и в одном действии. Мы не знаем, давно ли они пришли, или только что собираются уходить, или еще долго будут сидеть. Время отсутствует здесь. Бог вне времени. Прежде всего, тут времени нет. Но тем не менее, оно присутствует здесь, в виде вот этой чаши. О чем они думают? О чем они говорят или рассуждают? Об этой чаше. Это центр мировой истории. Явление Христа и его голговская жертва. Это и есть эта чаша. И поэтому все три ангела имеют суждение о ней. Один ее благословляет. Другой ее подвигает рукой. А третий берет руку, чтобы взять эту чашу. Идут благословские споры. Кто из них Бог-Отец, кто Бог-Сын, кто Бог-Дух Святой. Разные мнения есть. Некоторые считают, что Бог-Отец – центральная фигура. Другие считают, что это правый ангел. В одном сходятся все, что ангел, который находится в зеленой гемантии, голубым, он является Богом-Духом Святым. Скала непреклонная, которая и есть. Сами пусть зрители или кто понимает эту иконографию скажут, что они говорят о чаше. И головы двух наклонены к одному. Они о чем-то просят его. Значит, это Бог-Отец, наверное. Бог-Отец, Бог-Дух Святой. А лик этого ангела, он смотрит не на них. Он идет на нас взгляд, на голубов. И он складяет голову, чтобы принять этот дар. Он не отказывается, берет руку, поднимает. Тут можно много говорить, что все – это небожители. У всех есть цвет неба голубой, смотрите. Абсолютно их объединяет все. Это духовная сущность. Бог есть Дух. Прежде всего. Свет зеленый – цвет жизни. Начало Духа Святого. Соединение. Бог сотворил небо и землю. Помните? Вначале сотворил Бог небо и землю. Перешит Барай-Лагим по-еврейски. И поэтому у этого ангела земля и небо присутствуют разделенные. А что мы видим в одежде этого ангела? Смешалось. Небо и земля. Духовное и материальное. Бог воплотился. Наши враги спасения. Ну, это моя протовка, которую я тоже читал. Но я с этим согласен. Поэтому можно от того, что вы поменяете местами ангелов, вера не меняется. Потому что Бог не познаваем до конца. И просто для себя хотелось бы что-то уяснить. И поэтому молитесь. Троицы, единая слава тебе. И Господь увидит вашу молитву. И еще читаем. Царю Небесный. Влюбительная молитва, которая впервые прочтется вечером на богослужении перед Троицей. И она нас не покидает на протяжении всего года. Перед любым делом молитесь этой молитвой. И всегда Господь услышит вас.